Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Вообще, как это не парадоксально, ответ окроется в вашем же вопросе, где вы пишите про то, что вы решили расслабиться. Вот это ключевой на самом деле момент в том, что если вы решили расслабиться, значит, что вы были напряжены, это, скорее всего, какой-то стресс или усталость. Вот. Стресс и усталость – это как раз то, что априори является причинами неудачи в интимной сфере всегда. Вот. Кроме того, кроме того, судя по вашей реакции, судя по тому, как вы на это отреагировали, я рискну предположить, что почему-то вы уже были предрасположены к тому, чтобы эту тему, скажем так, выделить. То есть вас, по сути, от неудачи, да, ну или из-за неудачи. Вот. Теперь появились сомнения в себе. Так вот, сомнения в себе никогда не появляются на ровном месте. Если у вас появились сомнения, то, значит, скорее всего, основание для этих сомнений уже было. Только вы об этом не замечали. Только вы этого не замечали. А неуверенность в себе тоже была. Только вы этого не замечали в себе. А сейчас вот заметили, потому что сомнения дошли до определенной такой некоторой критической точки, когда, ну, не заметить это было нельзя. Вот. Если у вас никогда не было проблем в темной сфере, ну, вот, если у вас никогда не было, то, скорее всего, вы просто какие-то вещи не замечали. Ну, вот, не замечали в силу, в силу, скажем так, ряда притчи. Посему, 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 например, смотреть нужно вашу историю, смотреть нужно в частности, в частности, на то, почему вы 30 лет не женаты. Да? Вот. Не то, чтобы... Не то, чтобы это нужно было, да? Вот. Не то, чтобы это обязательно, но... Важно... Важно... Все-таки... ...зафиксировать... ...это момент. Важный это выбор, например... ...жениться... ...в 30 лет. ...это ваш выбор, или это не ваш выбор? То есть, это... Вы так решили, потому что у вас... ...вот ну, такое мировозврение, да, например... ...или... ...какая-то может быть... ...другая история... ...сория... Ну, вот, у вас, понимаете, да, то вот, тут нужно обязательно смотреть, обязательно этот момент исследовать, и уже в дальнейшем, в дальнейшем уже будет плюс, минут, понятно, куда вам двигаться. Ну, а вот, когда roster нужно? Ну, а вот, то есть, просто посмотрите, если трап показываете. Ну, а вот, ладно, так, пожалуйста, здесь дальше, да, дальше туда. Самооценка, как вы говорили, что она не может быть подорвана на ровном месте. Самооценка ваша, скорее всего, хрома уже давно. Вот, и на мой взгляд, не нужно думать, что это началось только сейчас. Кроме того, если в какой-то сфере в своей жизни, а вы скажем так, придаёте большое значение или большое значение, да, или вот, ну, слишком большое значение. Вот. Что? Конечно. Конечно. Неудачи в этой сфере будут для вас болезнями. Но, на мой взгляд, возникает вопрос. В таком случае. А почему вы предаёте определённой сфере в вашей жизни такой большой смысл? Вот. Что у вас. Это неспроста. Зачастую так бывает, когда энергия нереализованная блокируется какими-то условиями, она пытается реализоваться через одну какую-то сферу. Конечно же у неё не получается и, конечно же, в итоге вы терпит неудачу. Вот. Почему? Ваше отношение к той или иной сфере в своей жизни, в том числе и кентильной, играет очень важную, очень важную роль. И ни одна сфера не является определяющей в вопросе вашей ценности. Но если вы считаете иначе, то, к сожалению, в таком случае можно говорить о негативных установках, которые у вас есть. Это определённые догмы, которым вы пытаетесь следовать. Эти догмы, как правило, отправляют человеку в жизнь. Вот. Делаю я что-то. Хочу я что-то сделать. Хочу я чем-то заняться. Я не могу просто взять и чем-то заняться. Я обязательно должен сделать это вот так и никак иначе. Ладно. Я игнорирую себя. Я игнорирую свои чувства. Я игнорирую свой вкус, свои желания. Я это игнорирую. А потом удивляюсь, а почему у меня не получается. Травмирую. Потому что в этом действии, которое я хочу сделать вроде как иначально для своего удовольствия, уже от удовольствия почти ничего не осталось. Ведь я в этом не свободен. И мне кажется, что это про вас. Но я допускаю, что вам будет сложно, скорее всего, признать этот момент. Вам будет невероятно, ну, как мне кажется, вам будет невероятно, сложно признать то, что такая проблема существует. И именно с этим вам нужно работать. А готовы вы или нет? Я не знаю, потому что такой информации нет. Но помочь вам готов, если вы хотите. Любой, любой специалист нашего сайта готов вам помочь, если вы позволите. Если вы готовы это делать. Если вы готовы работать над собой, конечно же. Вот, примерно так. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.